Друзья, всем привет! Не могу с вами не поделиться той волной дебилизма, идиотизма, которая сейчас существует. Нет, реально я в шоке просто. Вроде люди все адекватные, да? Но ведутся на порой просто... Вот даже не знаю, что сказать, чтобы никого не обидеть. Мне многие пишут, что хотят купить мою книгу, особенно после того, как читают комментарии, отзывы от других людей по поводу моих книг. Кстати, моя первая книга была, после того, как издана в электронном виде на постсоветском пространстве русскоязычного интернета, естественно, заняла первое место, была в лидерах по продажам. И именно в сегменте спорт, бодибилдинг, это заметило одно агентство АСТ, по-моему, ведущее агентство России. И они напечатали мою книгу, именно в печатном варианте выпустили 3000 экземпляров. Я не знаю, они еще остались. Если они в продажах, спрашивайте в ваших магазинах. Но что самое интересное и самое приятное, я показывал эту книгу Стефану, он ее изучил, сказал, что она очень-очень грамотная, достойная. И на днях он мне буквально позвонил, сказал, что агентство Бразилии, которое работает с ним, выпускает его книги, ознакомилось с моей книгой, а она есть на английском языке в интернете. И предложили, зная, что Стефан общается со мной, мне тоже, чтобы выпустили эту книгу на португальском языке. Для меня это, конечно же, очень приятно. Это говорит о многом. Но давайте вернемся к тому бреду, о котором я хотел вам поведать сегодня. Послушайте вот просто и поразитесь. Один человек тоже написал мне, молодой парень, вроде бы неглупый, что хочет заниматься по моим методам и хочет приобрести мою книжку. Что? Естественно, я написал ему, как это сделать, все. Потом он мне пишет, через какое-то время, спасибо, не надо, я нашел другую книгу. Нет, ну, пожалуйста. И он мне присылает книгу эту, суперсекретные современные методики тренинга. Ну, понимаете, да, маркетинг рулит, красивая обложка. Возможно, там что-то есть хорошее. Но человек мне сам пишет, почему, я его даже не спрашивал, почему он так решил. Он пишет, что в этой книге утверждают, что приседания только накачивает мышцы ног, не делая ноги сильнее. Понимаете? Вдумайтесь, я не оговариваюсь. Приседания не делают ноги сильнее. И этот человек, и наверняка другие люди наивные, верят в такую хрень. Вот реально, друзья, такими книгами можно только подтереть жопу. Ну, серьезно, и то, как-то, наверное, не очень уважительно к нашей пятой точке. Я не знаю, кто выпускает подобные книги, но, друзья, как бы вы ни относились к приседаниям, боитесь вы их там, или вам там внушают другую дичь, что они там убивают поясницу, что тоже чушь. Убивают поясницу только сидячий образ жизни, тупость в наших головах. И, как вы понимаете, я, естественно, написал все это этому человеку. Я не знаю, до него дойдет или нет, но, в принципе, как бы это не мое дело. Каждый имеет право на то, чтобы тренироваться тем или иным способом. Но я думаю, что любой адекватный человек, как бы он ни относился к приседам, будет утверждать и уверен, что приседания – это лучшее упражнение для развития силы ног. Естественно, будет сила, будет и мышечная масса, никак по-другому. Естественно, если вы грамотно, хорошо приседаете, то будет и здоровье. Нет лучшее упражнение для здоровья, чем приседания. Единственное, что, друзья, давайте не путать, не уходить в крайность. Мы не говорим о том, что нужно приседать там с предельными весами. Да даже с околопредельными весами немногим нужно приседать. В идеале приседать нужно с 75% от вашего разового максимума. И приседать на максимальное количество повторений. На 15% как минимум. Девочкам ниже 12% и вообще не стоит, скажем так, опускаться. Но, естественно, мы не забываем о периодизации, мы не забываем о тех моментах, когда хотим развивать и силу. Я утверждаю, и все более-менее грамотные люди, кто хоть что-то понимает в нашем виде деятельности, понимают, что приседания это, в принципе, лучшее, что может быть для развития силы ваших ног. Для развития массы ваших ног, для здоровья, для развития всего, в принципе, мышечного каркаса в целом. Так что, друзья, немножечко нужно думать головой. И хотя бы, хотя бы, если вам попадается подобный высер, неважно, бумажный, электронный, вы должны понимать, это в первую очередь маркетинг. Просто, чтобы сделать на вас бабло. Мне не жалко, абсолютно. Вы можете приседать, можете не приседать. Можете бегать, можете по глупости своей ходить к мануальным терапевтам. Я уже рассказывал, почему по глупости. Я сам был тоже таким глупцом. Кому интересно, читайте мои статьи, смотрите мои видеоролики. Обучайтесь, изучайте другие материалы. В принципе, я люблю читать любую литературу, которая связана с нашим видом деятельности. Напрямую или косвенно, это уже не важно. Но, друзья, перед тем, как относиться серьезно к какой-либо информации, хотя бы сначала изучите, кто автор. Я вот попросил, чтобы человек мне написал, кто автор данного высера. И я как-нибудь с вами тоже поделюсь этой информацией. Так что вот так вот, друзья, по, оказывается, секретным информациям, за секретных источников супер каких-нибудь продвинутых авторов, приседания не развивает силу ног. Давайте остановимся на этом. Всем позитива, удачи. Приседайте, друзья, делайте тяги, подтягивайтесь, отжимайтесь от брусьев. Будет вам счастье, сила, масса, здоровье. Грамотно питайтесь и очень внимательно и серьезно относитесь к восстановлению, а конкретно к ночному сну. Спать нужно 7-8 часов, минимум, друзья, непрерывно, для всех. Всем пока. Друзья, хорошие новости. Наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами Heavy Metal Jeans. Переходите по ссылке в описании в мой магазин на всемайки.ру. Вы видите, на данный момент есть 5 различных картинок быков. Быки довольно-таки брутальные, очень интересно и качественно смотрятся. Мужская, женская одежда. Выбираете себе цвета, размеры и, грубо говоря, сами себе заказываете маечку, которую хотите. Майки, футболки. Есть женские варианты, естественно, тоже различных цветов и размеров. Также есть у нас еще и худи. Сейчас вы увидите на экране тоже. Это пока что все женская одежда. Есть детская одежда, тоже не забывайте. И худи. Многие любят. Есть с капюшоном, есть без. Выбирайте тоже различные цвета. Все на майке.ру. Цены довольно-таки недорогие. И каждый может себе позволить теперь футболку, майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала. Ну что, друзья. Теперь у вас есть все, что вы хотите. Также можно купить и кружки, и бутылку даже для того, чтобы на тренировке пить из нее. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok